В субботу, 16 сентября, торжественно открыли мемориальную доску уроженцу города Суздаля, известному советскому и российскому лингвисту, ученику и соратнику Сергея Ожегова, писателю и автору словарей «Правильная русская речь» Льву Ивановичу Скворцову. Мемориальную доску установили на здании Центральной библиотеки, куда он записался в возрасте 5 лет, и откуда, по его же воспоминаниям, начал путь в мир русского слова. Мы сегодня открываем доску папе, дедушке, тестью и свекру Льву Ивановичу Скворцову, о талантах которого можно говорить очень много и, наверное, всего все равно не сказать. Наш папа был великий ученый. Без всяких сомнений он был огромный патриот своей родины. Он был потрясающе верный и преданный сын земли Владимирско-Суздальской. Основа культуры речи, традиции, связанные с произношением и употреблением слов, словообразование – вот направление работы Льва Скворцова. Он был одним из немногих в нашей стране ученых-лингвистов, который не просто указывал на ошибку, но и давал исчерпывающие объяснения. Хотел научить говорить правильно абсолютно всех. И сегодня мы очень рады, что Владимирская область может прикоснуться к творчеству и к труду Льва Ивановича. Особенно, конечно, я очень рада и очень горжусь тем, что есть такие замечательные сыновья и такие замечательные дети, которые могут продолжать традиции своих родителей, даже не будучи, собственно, лингвистами. С инициативой увековечить память Льва Скворцова на малой родине выступил его сын Ярослав, декан факультета международной журналистики МГИМО, кандидат социологических наук. По его словам, город Суздаль в жизни Льва Ивановича и членов семьи всегда занимал особое значимое место. Первый раз занимаюсь созданием мемориальной доски. Я понятия не имел, что это за путь, что нужно сделать, что это от меня потребует. И вот тот факт, что все получилось, и мне почему-то кажется, знаете, у меня какая-то есть с отцом такая связь. Мне кажется, что все, что сегодня произошло, мне очень понравилось. Я очень горд тем, что я сын своего отца. Горд тем, что имею право обратиться к Суздальцам, мои земляки. Я горд и рад тому, что память о моем отце сохранится не только в кругу семьи, но и Суздаль будет вспоминать Льва Ивановича, который действительно был настоящим гражданином своего города. В 2016 году Ярослав Львович в памяти о своем отце подарил средней школе номер один города Суздаль оборудованный кабинет-музей. Экспонаты, представленные в нем, рассказывают о работах Льва Скворцова и его биографии. Суздаль сохраняет память о своих земляках. В этом году это уже вторая мемориальная доска, открытая в городе. Всего в Суздале установлено 8 таких памятных знаков. И каждый турист, проходя по городу, может узнать, кто из известных людей родился и работал, прославляя Суздаль. Никита Лекин. Для губернии 33.